МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могу воздать, мой Господь, За все, что дал ты мне мир и благодать. Свет любви зажег греховной тьме. Голоса ангельского пения не остановят моих слов. Все, чем живу, тебе я посвящаю. Голоса ангельского пения не остановят моих слов. 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 То есть и духовной жизни, и нашей плотской. Он любящий отец, знает, в чем мы будем иметь нужду, что нам будет нужно, необходимо. Все это он прекрасно понимает, и для него это великая радость. Когда он видит, что его дети действительно, они преуспевают, когда его дети здравствуют. Отец небесный видит, что мы тогда ходим в истине. Но чтобы нам принять эту истину, чтобы эта истина действительно пришла, освободила нас. Ну, конечно, каждому из нас следует потрудиться. И порой этот труд тяжелый бывает, со страданиями, переживаниями. У кого-то с весельем и радостью, по-разному все. Но, тем не менее, нам приходится порой этот труд совершать как бы в борении. Ничего удивительного нету. Вот когда вы читаете, ну, кто читает Слово Божие, тот замечал, что история всей Библии, ну, это образы для нас. Как Господь говорит, все, что было на земле, то, что есть, оно уже было. Так вот, вся история библейская, она связана с войнами. Практически редкое время, чтобы на земле был мир. Это редчайшие времена, которые длились порой короткое время, ну, как бы в жизни народа Израиля, потому что для нас образы оттуда взяты. А в основном для того, чтобы принять вот эту жизнь, принять этот Божий мир, многим приходилось совершать действительно какие-то военные действия. военные действия. И в Писании, если, ну, внимательно вы читаете, исследуете, вы находите, что очень-очень много слов, которые связаны как бы с такой, ну, как бы с военными терминами. И вот это для того, чтобы действительно каждый из нас, ну, немножко знал, разумел, что нам делать, что нам совершать. И, ну, вот вы можете, есть вот эта книга Экхарда, там, там, немножко прочитать, что очень много слов разрушить, уничтожить, побить, сломить, сокрушить, изгонять, оккупировать. Это все библейские термины. Гнать, привести в замешательство, истреблять, сражаться, уничтожать, бороться, одержать верх, разбить, сразиться. Это то, что Господь написал для нас, для тебя и для меня. И даже мы знаем, что и на небесах была война, где там архангел Михаил с ангелами, они сражались с сатаною. То есть, постоянно как бы Слово Божие сопровождает какие-то военные действия. Военные действия. Да, нам вообще-то это не нравится. Мало таких людей, которые любят сражаться, мало таких людей, которые любят действительно вступать в эту духовную брань. Ну, я посылаю Слово, а выбирать каждому из вас. Вот, с одной стороны, Бог, Он дал нам все. Он дал нам все. Но, чтобы нам это все принять, нам вот приходится часто сражаться. Сражаться действительно приходится порой, ну, как бы сложно, тяжело. Я скажу, далеко не все побеждают. Но только Бог одно сказал, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он не сыном. То есть, выбор для каждого из нас. Вы пришли сюда в здравом уме, а выбирать или нет, сражаться, побеждать или проигрывать, выбирает каждый сам. Ну, что я могу сказать? К сожалению, да, я видел великое множество христиан, которые опускали руки, которые сдавались. У кого-то разбивалось служение, кто-то терял финансы, кто-то здоровье. У кого-то разваливались семьи, потому что за все, за все надо сражаться. Чтобы, допустим, в любом поселке, городе был мир, он просто так не придет. Нам всем это хочется, чтобы был мир. Но для того, чтобы этот мир пришел, кому-то надо посражаться. Кому-то надо посражаться. И наша задача с вами, ну, самим понять, самим определить, хочу ли я это делать, желаю или нет. Есть ли во мне это дерзновение, посражаться. Ну, в принципе, это для всех слово. А выбирать будет каждый сам по себе. Мое дело, я говорю, как наставника посылать слово, вам выбирать. Вот где-то 20 лет назад я, откуда я буду брать вас? В основном, это вот конференция Дерека Принца. Такая распечатка, она у многих из вас есть. 20 лет назад, я думаю, она была самой эффективной из всех, на которых я присутствовал. Где вот просто он потрудился, написал нам, что нам делать, что нам совершать. И, ну, мы выбираем сами. К сожалению, я могу сказать, что многие там были, многие читали, но далеко не все побеждали. Первый вопрос. Желаете побеждать? А там уж и смысла проповедовать-то нет. Я так сразу на молодежную конференцию поеду, там повеселее, атмосфера немножко другая. И так вот, ну, посражаться. И вот что, Иисус Христос, мы читаем Слово Божие. Оно интересно что-то, ну, так вот, когда ты начинал читать, потом много лет назад, так же вы приходите и начинаете читать. И не надо там быть великим исследователем, там практически служение Иисуса очень было просто. Он учил, Он исцелял, Он изгонял бесов там, воскрешал мертвых, творил чудеса. В Писании говорит, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть, мир никак не изменился, бесы были, бесы остались на этой земле. Многие христиане, как бы, ну, им бы очень хотелось, чтобы этого не существовало. Они эти темы вообще стараются не трогать. Но я вот просто хочу вам послать это слово. Кто это такие бесы? Кто-то из вас знает, кто-то нет. Но это то, что для многих дорого сердцу. Это с кем всю жизнь многие не расстаются с этими бесами. Они ведут, они мучают, они издеваются. И люди постоянно как бы находятся в их присутствии. В их присутствии. К сожалению, у многих их больше, чем хотелось бы. И поэтому мы не можем, мы слышим Слово Божие. И оно очень трудно в нас ходит. Мы читаем Слово Божие, не понимаем. Вроде бы здравый ум, полнейшая шизофрения. В нашем уме, ну, двоящиеся мысли. Это вот как раз-таки работа бесов, чтобы удержать нас, чтобы мы не понимали, не разумели. Итак, первое начинается оно с твоего сердца, с твоего храма. Потом, ну, допустим, если ты здесь побеждаешь, это нужно как бы отцы, матери, за своих там сыновей, дочерей молиться, у кого есть служение, за служение. И как там Иисус учил, что должны проповедовать Евангелие Божие от Иерусалима и до края земли. Как оно было? Когда Иисус Христос находился на земле, он посылал 12 учеников сначала и давал им повеление, что там исцелять и бесов изгонять. Они в послушании шли. Потом у него было 70 учеников. То же самое было повеление бесов изгонять, больных исцелять, проповедовать Евангелие Божие. И эти шли и исполняли, и радовались, что эти бесы им повинуются. Потом перед своим отшествием он дает великое поручение своим последователям. И то же самое говорит, проповедуйте Евангелие Божие, то же самое. Бесов изгоняете, больных исцеляете, нищим благовествуйте, проповедуйте, лето Господне благоприятное. Но тут уже начинаются религиозные игры. Многие эту тему стараются как бы не озвучивать. Многие начинают что-то выдумывать, придумывать, словно за эти 2000 лет куда-то они все с земли испарились. Не знаю такого местописания, но нашли где-то такое. Но, в общем, нам нужно разобраться, что это такое. Что это такое, как они работают, как они действуют, что с этим связано. Но, в принципе, бесы – это злые, нечистые духи, личности без тел. Без тел. Они как бы говорят, они навязывают мысли, они поражают очень классно наши чувства. И мы, многие, находимся в этом рабстве. В этом рабстве. И поэтому, ну, я как объясняю вам, что, когда вы читаете, многие, кто Библию читает, там, и Царство Божие есть в мир, праведность, радость. Но вы знаете, да, как хорошо и легко радоваться. То есть, только приходите в церковь сразу. И все. Поймите. Но это то, что Бог дал. Это Его Царство. И Он сказал, ищите Его. И мы не понимаем, порой, о Царстве Божьем. Ну, мало, мы мизер понимаем. Потому что есть те, которые просто нас обворовывают. Есть те, которые забирают эти истины Божьи. И вот моя задача – просто вам объяснить. Это несложно. Ребят, каждый из вас может изгонять это. Никакой сложности нет. Когда я эту тему начал узнавать, познавать, ну, это, пожалуй, где-то 89-й год был. Я был в Бавтийской церкви. И мы тогда, ну, в общем-то, ходили, общались. И к одному, там один покаялся, не покаялся, трудно мне вспомнить. Ну, у него белая горячка была, ну, знаете, после запоя. И он очень удачно разговаривал с бесами, слышал, видел их. А мы там 5, 6, 7, 8 человек, верующие, помазанники Божьи, свет, соль этого мира, сидели с перепугу и смотрели на него. Ну, это такая история. Я тогда задумался, что-то здесь не так, ну, в моих мозгах. Потому что я читал Евангелие, там есть, а этого нет. Когда я начал, ну, я тогда молодой, еще начинающий христианин был, я, естественно, до старших братьев, продвинутых, обращался. А мне, в общем-то, все старались объяснять, Вася, ты туда не лезь. Один брат, вот как запомнил, Вася, ты что, не трожь эти бесы, они как дадут, дадут. И меня вот так вот стращали этими бесами. Но, тем не менее, все равно, как бы я это искал, стучал, просил, и Господь начал, естественно, открывать эту тему, эту тему. Но что я могу вам сказать? Вот главная цель, да, бес – это служебные духи дьявола, просто, служебные духи. Их задача – удержать тебя, меня от познания истины. Это номер один. Вот то, что Бог дал, Бог дал жизнь, Бог дал победы, Бог дал благословения, Бог дал великие драгоценные обетования. Задача бесов – удержать, чтобы у тебя этого не было. Задача бесов – удержать, чтобы то, что Иисус сделал для тебя, там, понес все немощи, болезни, они будут держать в болезнях, немощах, рабстве. Задача их – удержать от того, что Иисус желает, чтобы мы все были богаты и щедры, они будут держать тебя, чтобы ты никогда не познал эту истину Божью. Задача этих бесов – чтобы ты никогда не познал силу успеха в Господе. Это их задача. Ну, в общем-то, каждый сам должен определить уровень влияния их на твою жизнь, на твою жизнь, насколько они влияют. Дальше они также удерживают от эффективного служения Иисусу Христу. Действительно, порой, когда ты начинаешь служить, ты будешь с ними сталкиваться, ты будешь сталкиваться с их проявлением, с их действием. Они очень разные, эти действия, проявления. Действуют они через людей. Они говорят, они стращают, они запугывают, чего только они не совершают именно в жизни человека. В жизни человека. Влияют везде и всюду только их главное увидеть, понять, определить. И вопрос такой, желаешь ли ты дальше с ними жить, под их диктовку или освободиться? Вообще, ну, освободиться – это прекрасно. Это прекрасно. Ну, вот то, что задача дьявола. Он пришел украсть, убить и погубить. То есть, украсть жизнь Божию. Для каждого из нас Бог дал жизнь. Его желание. Я неустанно это говорю, чтобы мы имели все жизнь. Жизнь с избытком. Мы были благословены. Мы призваны наследовать благословение. Мы призваны наследовать славу. Это слово неизменно. Но вот эти бесы, они все это обкрадывают. Мы читаем все слово Божие. Мы слышим его. Но что-то противостоит нашим разуме, в наших чувствах, не позволяя принять то, что Бог дал. Они убивают веру в Божие обетование. Многие не верят в слово Божие. Часть от части. Они просто приносят пагубы в жизнь людей, разбивая жизни. Печально. Печально смотреть. Ну, я все-таки почти 30 лет уже в среде протестантского движения. Я видел многих людей, которые были разбиты, побиты. Просто дети Божьи, несчастные, разбитые, побитые, потому что не знали, не разумели, отвергли. И эти бесы удачно совершили свою работу, которую им и предназначено делать. Предназначено делать. Поэтому я говорю, что мы с вами должны видеть, разуметь, понимать, как они действуют в нашей жизни. Если, ну, есть ли влияние их на тебя. Если есть, то сколько много. И желательно уменьшать, чтобы чем меньше было, тем лучше. Ну, вот что, как характерные действия, что они делают. Они обольщают нас. Они обольщают, приносят всевозможные обольщения. Они приносят беспокойство. Ну, это обычные страхи. Ну, вы знаете, да, как мы читаем Евангелие, там написано, Бог не дал нам духа страха. Но вот за многие годы христианства, таким не попадаются христиане редко. Вот остальные почему-то любят входить в страхи. Хоть за что-нибудь, но боятся. Хоть за что-то, но страшиться. Вот это, Бог это не дал, написано. Не дал. Но, тем не менее, есть те, которые навязывают. Есть те, которые порабощают мысли, порабощают чувства. И великое множество христиан ходят в страхи. Ну, если вот я так думаю, среди вас десяточек, если наберется, которые ходят без страха, то уже можно быть счастливым человеком. Я реально говорю. Это то, что есть. Оно везде. Оно везде. И очень важно понять, как оно работает, чтобы все это не свергнуть, сокрушить. Поймите, что это все, оно нас удерживает. Оно не позволяет истины наполнять нас. Ну, как Иисус говорил, ну, не может с одного источника течь, горькая течь, сладкая вода. Надо что-то одно выбирать. Невозможно жить в духе любви и в духе страха. Это противоположные вещи. Если Бог говорит, ну, к примеру, я смиренным даю благодать, да, когда дух смирения, мы послушны, мы покорны Богу. Он говорит, я гордым противлюсь. Но, в принципе, дух гордый. Ну, я думаю, что редкий человек обходится без него. К сожалению, я думаю, если бы в моей жизни меньше было этой гордости, я бы гораздо больше сделал для Бога. Это тоже реально. И я понимаю, что это постоянно что-то начинает влиять на меня. Ну, на вас, может, не влияет, но я говорю искренне, как есть. Я понимаю, что, ну, я учил как-то, вот я говорю, есть четыре таких главных духа, которые, они очень легко нас обольщают. Дух гордый. Бог гордым противится. И мы не можем принять Божьи благословения. Второй дух сребролюбия. Это корень всех зол. И многие несвободные не могут принять то, что Бог дал во всей полноте. Третий – это обычно зависть. Она сильна, как преисподняя. Потому что, когда мы несвободны, мы не исполняем слово, мы завидуем всем. Мы смотрим на тех, кто побеждаем. А зависть – это такая штука, которая молчать не может. Она начинает клеветать всегда. Клеветает. Оно изнутри исходит. Потому что, если у вас это есть, вы этим любите заниматься, это просто вы несвободны. Это вот это рабство бесовское. Ну, четвертое – это обычно дух блуда. Это то, что везде и всюду пропитано. Это духи, которые просто нас порабощают. Они убивают. Да, мы верующие. Но мы, поймите, мы часто находимся под их действием, под их порабощением. Они, ну что, они развращают многих людей. Развращают. И многим, ну, я уж на этих исповеданиях наслушался. Если я в 90-х годах принимал исповедания, у меня глаза открывались широко, то в 2000-х годах, вот сейчас уже 2014 год, столько уже развращений излилось, что уже я не знаю, как удивляться. Беда в том, что вот вы здесь сидящие, которые ходите в этом радстве, это потом все приходит в детей. И оно из поколения в поколение все сильнее и сильнее. Они обманывают нас и очень легко обманывают, забирают жизнь. Они начинают лгать наш разум, что ты никто, ты ничто, у тебя ничто не получится, у тебя ничто не состоится. Это работа дьявола. Делает он это легко, профессионально. И многие дети Божьи, я говорю, это к стыду или к печали, не знаю, не добиваются того, что Бог дал, того, что Бог совершил для нас. Когда Иисус Христос был на земле, там Деяние 10.38 написано, что как Бог духом и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, исцеляя и освобождая всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Просто Он понимал, что люди, они в рабстве. Когда нет у тебя истины в сердце, ну, в мозгах-то навалом у кого? В мозгах у многих. То есть можно знать Писание, но нарушать его. И многие знают Писание и обижаются, и осуждают, и поношениями занимаются, знают Писание, но нарушают. Это просто как рабство. И вот Он ходил, Он освобождал. И Он дал это повеление. Он понимал, что да, многие дети Божьи, они находились в этом рабстве, ученики этим занимались. Этим занимались. Ну, вот я говорю, что главное, что увидеть в себе, насколько они действуют. Ну, что они делают с вами? Первое, что вот, ну, обычное явление, как свободен ты или нет. Ты приходишь, ну, многие как, когда-то я такой, многие годы, все, я иду в церковь, да? Как у меня это было? Я шел в церковь, я, ну, опаздывать привычки такой не было с первых дней. Я очень рано приходил, в Кизлоскер тогда ездил. Я на остановочку раньше выходил, думаю, пройдусь, поразмышляю о жизни, тихо сам с собой. Я подходил к церкви, мне надо было заходить. И вдруг что-то со мной происходило, меня ноги несли дальше, я шел вперед. Я проходил остановку, садился на автобус, ехал домой. Я приезжал домой, старый аэропорт, а потом думаю, я же в церковь хотел. Вот так вот беседействовать. Удержать познание истины. Вера отслышанная, чтобы ты не слышал. Вы приходите сюда, вы приходите сюда, что они делают? Они тут же вас усыплять начинают. Сейчас с вами телевизор включу, ни один не уснет. Всякую ерунду будете смотреть, рот откроете, уши и глаза. Было бы четыре глаза и четыре вылупили бы. Но бесы, вот их задача, чтобы ты не понимал, не слышал. Чтобы ты был в рабстве и оставался. И многие, да вы приходите, надо невероятное усилие делать над собой, вроде бы, чтобы послушать слово, усилие делаешь. Потому что это рабство. Тебя кто-то держит. Это мозги, это чувства. Вот таким путем они, ну как бы, удерживают нас. Они ослабляют нас. Нашу иммунную систему расшибают. Отсюда болезни, немощи. И мы многие больные, немощные. И с годами все хуже и хуже. Почему? Хотя Писание говорит, что праведник он из старости какой-то должен быть. А? Крепок и сочин. Но что-то с праведниками не то. О! О! И загинаемся. Почему? Отчего? Вот это то, что эти наши, все эти греховные привычки, они создают нас. Нам трудно измениться. Мы привыкаем так жить. То есть мы находимся, многие, в этом рабстве. В этом рабстве, чтобы победить, действительно, надо прилагать старания и усилия. Более того, это посты и молитвы, ребятки, чтобы освободиться, освободить себя, чтобы действительно победить и увидеть, как благ Господь. Как благ Господь. Ну, что я могу сказать, что понимать еще нужно, есть бесы, есть наша плоть. Плоть, которая желает своего, которая не покоряется. Есть бесы. Ну, немножко в этом разбираться надо. Разуметь, различать. Есть такое в Писании. Дар распознания Духа. Дар распознания Духа. Вот это все мы должны с вами знать, разуметь, чтобы понимать, как это работает, как это действует. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу. Кыргызстан, город Бишкек, 720017, улица Чуйкова, 138. Абонентский ящик 675. Электронный адрес. Твойпуть1собачка.gmail.com Наш сайт. 3w.iisus.kyg Телефон. Плюс 996-312-316-3037 Редактор субтитров А.Семкин